В начале недели в Москве стартовал небывалый концертный тур знаменитых исполнителей мирового уровня. Традиционный пасхальный фестиваль, десяток лет назад придуманный Валерием Гергиевым, в этом году заглянул в Черноземье. Маршрут в преддверии 70-летия празднования победы в битве на огненной дуге был проложен через Белгород, Курск и Орел. Мы очень рады, что присоединились наверняка к очень серьезному отряду артистов, и, наверное, знаменитых артистов, и в далекие уже времена, которые здесь выступали перед очень благодарной публикой. Вместе со знаменитым оркестром Мариинского театра во главе с его величайшим руководителем в тур отправился не менее великий российский пианист. Для меня вообще это дебют в Курске сегодня, потому что я посчитал, как-то я посетил 65 стран и 115 городов России. И я думаю, что Курск это один из последних городов, где я еще не бывал, и поэтому я безумно рад находиться здесь сегодня у нас. Я еще не прикоснулся ни к роялю, ни слышал, как звучит в этом зале, мы будем играть сегодня сходу, но в этом есть тоже некая такая интрига своеобразная. Денис Мацуев был готов и к неприятным неожиданностям, но их не случилось. Виртуозная игра пианиста вполне ожидаемо восхитила благодарную курскую публику. Кстати, несмотря на то, что билетов на концерт продажи не было, и на выступление мог попасть лишь весьма ограниченный круг людей, в зале Курской филармонии был полный аншлаг. Главный идеолог и организатор концертного тура основной задачей пасхального фестиваля обозначил возрождение славных хоровых традиций в России. Курск к такому возрождению с удовольствием присоединился, и концерт наравне с метрами открывал местный хор. Очень важно, что ваш хоровой коллектив, смешанный хор, выступил сегодня с Оркестром Мариинского театра. Будет ли у курских музыкантов возможность еще одного совместного выступления, неизвестно, но похоже, что у курской публики это была не последняя встреча с великими исполнителями. Мы выстроим таким образом наши планы на ближайшие несколько лет, чтобы бывать здесь почаще, не только с частью оркестра, как сейчас получилось, но и у нас, естественно, знаменитый хор, у нас есть балетный коллектив, возможности у Мариинского театра огромные. Продолжение следует...